Это новости в форме. С вами Анна Чижелита. Ждобрый вечер. В вооруженных силах Беларуси начался очередной этап проверки боевой готовности. К выполнению внезапных задач приступили танковые и инженерные подразделения Гродненской механизированной бригады. Войскам предстоит выдвинуться на полигоны и назначенные участки местности для проведения тренировок и учений. Весенние ревизии подвергли структуры территориальной обороны. Стрелковые подразделения отряда народного ополчения, сформированные в Рогачеве, за добровольцами закрепили оружие, с ними проведены занятия. Завершились маневры командно-штабным учением. Несколько десятков воздушных целей условно уничтожили расчеты белорусских зенитных ракетных комплексов С-400. В рамках тактических учений отработаны приемы отражения налета авиации и средства высокоточного поражения противника, в том числе крылатых ракет. Стражи неба выполняли задачи с неподготовленных позиций в активной помеховой обстановке. В Беларуси снимут художественный фильм, посвященный подвигу героев военных летчиков майора Андрея Нечипорчика и лейтенанта Никиты Куканенко. Представители Министерства обороны и Министерства культуры провели рабочее совещание, на котором обсудили сценарий фильма, актерский состав и общую концепцию производства. Рабочее название киноленты «Одно на двоих». Съемки запланированы на 2025 год. Коллектив концертной группы военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны защитил звание «Народные». Артисты в погонах исполнили перед жюри ряд сложных композиций. Музыканты и вокалисты «Стражи неба» известны всей стране. На их счету ежегодно более сотни выступлений на военных и гражданских площадках. Это были новости в форме. Смотрите нас в понедельник на YouTube-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе Яндекс.Дзен, в наших социальных сетях и мессенджере Телеграм. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok